Привет дорогие друзья, назначение нового министра обороны Украины мы разберем отдельно, вот прямо сейчас и начнем разбирать после этого видео, а в этом видео мы услышим слова ярчайшего представителя слуг народа Николая Тищенко, который стал чрезвычайно близок с офисом президента, до этого его мочили, мочалили, показывали крупным дебилам и так далее, но вдруг внезапно убрали мочилово и позволили лобызать руку. Мы задаем вопрос Николаю Тищенко, сколько олигархов уже попали под санкции? Напомните количество олигархов, против которых были введены санкции СНБО и почему они лишь в корне введены против Кромойского? Я не слежу за деятельностью и за деятельностью олигархов, я на воду депутата прокомментировать этого не буду. Я не слежу за деятельностью олигархов, улавливайте логику, поэтому не знаю сколько из них попало под санкции СНБО. А за деятельностью СНБО вы, Николай, следите? Вы знаете, если статус будет подтвержден, давайте еще раз вернемся. Что такое олигарх? Это человек, который влияет на политические партии, у которого есть влияние прямое на депутата, у которого есть собственные телевизионные каналы, на которых происходит дестабилизация политической, экономической, социальной обстановки в Украине. Стоп, 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 стоп. Ну, он перечисляет все те критерии, под которые четко подпадает Игорь Холомойский, да? То есть, там, влияние на депутатов, ну, у него есть ручные свои депутаты, да, в «Слугах народа» и так далее, там целая фракция есть отдельная, да? Наличие своего телеканала. И тут внезапно всплывает еще одно уточнение, очень важное, что на этом телеканале должны дестабилизировать обстановку. А если вот тот же самый олигарх, у него есть партия, у него есть монопольная какая-то там, какая-то монополия в чем-то, да? И у него есть телеканал, на котором хвалят президента, так он не олигарх уже сразу. И человек, который на рынке обладает неестественными монополиями, такой человек подпадает под статус олигархов, но, повторяюсь, в рамках закона. Ну, тупо описал, конечно же, Коломойского, но тут, видите, очень важное уточнение. Телеканал должен быть, на нем должны дестабилизировать. А если на нем все-таки хвалят президента, офис президента, то это уже не олигарх. Уже не олигарх. Неделю назад в здании Верховной Рады вы рассказывали, показывали рейтинг Зеленского, который был, вы демонстрировали его на встрече, на съезде в Трусковце. Сейчас вышел другой рейтинг, тоже возглавляет его Зеленский, но это уже антирейтинг. Называется он, за кого бы вы не проголосовали ни в коем случае. Вы сейчас коллегам рассказывали, что этому рейтингу верить нельзя. Почему нельзя ему верить? Посмотрите, сегодня, в период, когда нет выборов, все рейтинговые компании пытаются заработать деньги. Устроена политическая система. О, да ладно, какое прозрение. Это то, о чем я говорил все время. Я говорил, что с помощью рейтингов идет война. В частности, идет война с настоящей реальной оппозицией. И поэтому рейтинги перед местными выборами нарисовали 1%, 0,5% и так далее. Сейчас вы посмотрите, что происходит вообще в этих рейтинговых агентствах и в этих рейтингах. Там внезапно появляется Жумураев с огромным рейтингом. Сила и честь бьет просто рекорды. Ляшко вырывается вперед. Это альтернативная реальность, которая создается для того, чтобы люди смотрели и думали, вот эти, наверное, не пройдут. А вот тут я смотрю, ого, какой у них рейтинг. Специально. Оно не прям так влияет, прям колоссально. Но какие-то там 1,5-2% забрать может. Слуги народа и офис президента покупали рейтинги постоянно. А тут вдруг они заметили, когда вышел рейтинг с колоссальным антирейтингом. Зеленского это покупной. Вы знаете, их всегда покупали в Украине. Поэтому я бы, я могу на своем примере, я рейтингом, мне официальным не доверяю. Рейтинг, который был официальный, потому что он докладывался президенту, прародительству, премьер-министру, всем членам политической партии «Слуги народа» в Трусковце, это официальный рейтинг, который показывали президенту. Соответственно, этот рейтинг, я считаю, официальным. Рейтинг, который показан Зеленскому, становится официальным. У него просто глаза золотые. Он как смотрит на рейтинг, проведенный компанией «Джонсонс Бэйби», он смотрит на него и он сразу официальным становится. Все остальные компании, которые занимаются социологией, это частная компания, наполовину обладают, вот сейчас я там получил запад, изучаем более внимательно, кто непосредственно владеет этими социологическими компаниями. Могу вам сказать, что пока никто же не задумывается, а с каких денег живут социологические компании. Так вот, вот таких вот политических игр и происходит, на мой взгляд, прибыльность в этой сфере бизнеса. Да ты что, серьезно? Они зарабатывают вот такими вот фуфловыми рейтингами, я не верю. Глаза просто раскрыл. Это бизнес. Хочу, чтобы и украинцы это понимали, и вы в то же время, как журналисты, понимали и не распрофсюдживали непораверенную трасть. Вот у меня так будто два уточнения. Сейчас проходили выборы в Полтавской области, вы, наверное, знаете, уже даже Дмитрий Разумков комментировал, что это провал. Результат полтора процента, который набрала слога народа, восьмое или девятое место. Этого не прошибить, не прошибить. Он морально устойчив. Вы все врете? Это недостоверная информация. Вы, слуги народа, сегодня устойчивый рейтинг 35%. По Закарпатью рейтинг устойчивый у слуги народа 35%. Все идет по плану, все работает хорошо. Есть команды, которые лучше работают в полях, есть команды, которые хуже работают в полях. Но это мы увидим уже на выборах. Сегодня говорить рано о каких-либо результатах. Я только как государственное лицо констатирую факт. Слухами не оперируют. Поэтому я повторяю, что в Трусковце президент видел официальный рейтинг, который предоставили, официальная структура. Какая? Эта института сегодня важна. Да, конечно, не важно. Я не хочу никого рекламировать. Для того, чтобы, как говорится, не быть монополистом информации. Официальная информация. Эта официальная информация предоставлена и президенту, и премьер-министру, и нашей команде. Вы, конечно, это вырежете. Но все должны знать. 35% рейтинг сегодня устойчивый у президента. Чего не было никогда за всю историю Украины. Всегда именно в этот период к президентам было большее падение в рейтинг. У нас Кучма первый раз выбирался, поэтому все-таки вряд ли. И партия «Слуга народов Закарпатти» получила первое место по Украине. Вот все просто как буябэс. Да ничего, мы все поняли. А теперь по поводу мяса. Все-таки подскажите, а что там с мясом? Потому что Николай Тищенко рассказал, что мясо можно покупать, и он покупает по 20 гривен. Коротенький комментарий по поводу еще одного вашего заявления на прошлой неделе, которое касается мяса на рынке. Когда вы последний раз были на рынке? Потому что после этого люди хорошо так посмеялись, потому что действительно нет таких цен сейчас. Вы знаете, очень хорошо, что у всех хорошее настроение. Это важно. Важно, что нет больше никаких проблем. Важно, что все забывают о том, что у нас коронавирус. Важно, что все забывают, что у нас есть проблемы и воины, которые защищают нашу независимость. О, нафиг вы тут про мясо. Когда у нас есть воины, которые отдают свою жизнь за независимость нашей страны. Но все-таки, если по поводу мяса, то, конечно же, сравнили журналисты с тем, что он наплел, и с ценами, с реалиями Бессарабского рынка. Так вот, он утверждал, что от 50 до 70, но можно найти мясо и за 20. Оказалось, что это можно купить только морковь за 50, а за говядину надо заплатить от 200, а за свинину 140. Откуда он взял такие цены, которые он озвучивал, неведомо. Но я думаю, что Николай Тищенко до сих пор думает, что в Украине продаются булочки по 3 копейки. Мяконькие такие. Неважно, я так понимаю, никому в этой стране, что сегодня мы делаем очень важные законы. Никому не важно. Людям просто нет денег, а вы говорите о других целях. Вы в разговоре. То есть, это получается никому не важно. Поэтому, я хотел бы еще раз сказать, что я профессионал и разговариваю языком профессионала. И если я говорю, что так это и есть, да, верьте мне просто право вещать вам правду. Если я сказал, что мясо по 20, значит оно по 20, верьте мне, люди. А если на эти цены посмотрел Зеленский золотыми глазами, то они уже официальные. Все, вы сейчас послушали ярчайшего представителя, слуги народа и уже ближайшего человека офиса президента. Пока. В Украине сложилось устойчивое мнение, что депутатам вообще не до проблем простых людей. Партия Шария ломает эти стереотипы. За нами нет олигархов, и нашу позицию невозможно купить. Мы продолжаем честными и законными методами действовать в интересах простых украинцев. Мечтаешь забыть о проблемах с местными чиновниками или коммунальщиками? Заходи на сайт шариконтроль.ком, чтобы познакомиться ближе с депутатами партии Шария. Задай вопрос депутату напрямую или запишись на личную встречу в удобное для тебя время. Сделай свой дом, двор и город лучше для себя и своих детей. Шариконтроль.ком Твори историю вместе с нами.